Привет, шкодоводы, с вами Стасен. Сегодня разберем очередную глупость, которая распространяется в интернете. Итак, мне прислали ссылку на очередное творение чудо-специалистов из культурной столицы, где они рассказывают, как стереть ошибки без применения гигностического оборудования. Что они рассказывают? Что когда кто-либо снимает аккумулятор, потом ставит его обратно, в цене от клемма, то вылазит целая гирлянда ошибок, как они говорят. Они школу «Октавия» вовсе не видели, тут не гирлянда, тут целая реклама «Кока-кола» многодней вылазит на мониторе, на приборке. И якобы, короче, все это легко делать. Ты просто на вас подключаешь аккумулятор по их заверению, крутишь руль вправо до упора, тем самым угандошиваешь рулевую, просто так на земле от нефиг делать. Три секунды держишь, потом крутишь влево, опять три секунды держишь, возвращаешь в центр. Посидел, снова крутишь вправо, потом снова крутишь влево, потом выключаешь, зажигание включаешь, и у тебя все нормально. Но, ребятки, у вас ничего не нормально. Ошибки как были у вас в блоке ЭБУ, так они и будут, и никуда они не денутся. Скажу вам больше, у вас, независимо от платформы, например, на Skoda Octavia A8 это будет около 30-40 ошибок, на Skoda Octavia A7 это будет около 6 ошибок, потому что здесь новая платформа, вернее, новые блоки, новые мозги. И все это как бы ерунда. Ошибки у вас лишь потому, что когда вы соединяете клеммы, мозги получают питание, и они в шоке от того, что стерлись адаптации. И они сразу потом сигнализируют, у нас не работает то, не работает это, не работает, не работает, не работает, не работает, не работает. Но ничего никуда крутить не нужно. Машина сама опросит блоки, и если ошибки не входят в порог сигнализации на приборке, то ошибки исчезнут сами. Вот банально, у меня просто, ее можно поставить на холостых оборотах, и она поработает, и потом сама все исчезнет. Я проще делаю, я выезжаю из гаража, все мои маневры, вот вышел из гаража задом, не крутя никакие там рули, проканулся. Все, пошел заклать ворота, приходишь, у тебя ошибок нет. Но они все останутся в ЭБУ вашего автомобиля, потому что они там будут зафиксированы. Страшные ошибки вылезут на приборке. Например, по пропускам зажигания. У всех есть пропуск зажигания, кто бы что ни говорил, какие бы свечи не использовал, как бы не эксплуатировал. Какого бы бензина ни применял. Но на приборке у вас загорится чек от свечи зажигания, лишь когда будет порог превышен в 20%. Ну, 23% здесь загорается уже четкий чек. Это 23% порог пропуска зажигания, опорный момент пропуска зажигания. Вот так это называется, это в диагностическом, как сказать, интерфейсе. Потом, вот эта вот тема, что на старых моделях надо взять, там, стекло опустил вниз, поднял вверх. Опустил вниз, поднял вверх. Это тоже слетают иногда адаптации стеклоподъемника. Но вот на Skoda Octavia 8 я так не делаю. Вообще, когда мне первый раз про это рассказывают, что надо крутить руль, чтобы стирить ошибки, я реально просто рассмеялся. Я говорю, вот что, идиоты, что ли? Все бы так крутили руль, бы и стирали ошибки. Тогда бы не существовала услуга за 1000 рублей диагностика автомобиля. Стирание ошибки, это еще 1000 рублей. Вот на Skoda Octavia 8, это 2000 рублей было до кризиса. Тогда бы это не существовало. Все бы так себе крутили руль, бы и стирали себе ошибки. Стеклышко поднял, стеклышко опустил, по-моему, что-то вышел в дверь, хлопнул, закрыл, хлопнул, закрыл. И у тебя все заработает. Короче, если у вас мозги, у машины нормальные, то она сама восстановит почти все адаптации. Кроме, могут быть проблемы. У вас будут, у всех будут две ошибки по двигателю. Потому что слетают адаптации катализатора, там вот эти все системы. И иногда машина может сделать сама. Как это понять? Вот на холостых, вот даже у меня новая машина, иногда, вот я же, у меня же опыт обалденный. Я работаю по бахте, я каждый месяц снимаю клеммы, аккумулятор. Потому что иначе машина будет тратить аккумулятор. А сейчас это очень дорого. Тут, 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 сейчас стоит этот AMG аккумулятор, а Гэмовский вернее. Он вообще-то тысяч по 25, ну он стоит уже. И на холостых, вот я сейчас стою, у меня она в адаптации сделала сама. А бывает проблемка, машина не может сделать адаптации. Это я вам показывал, например, карсканеры, когда делаешь тест на экологию, там на выхлопы. У вас будет ошибка по катализатору. Может его сложно прогреть, вот его надо реально прогреть. Прямо вазанды там все. И тогда машина считает все параметры, когда они в рабочие выйдут. И нормализует образование топливо-воздушной смеси. Но не всегда это получается. Иногда надо делать код готовности, который вы никаким кручением руля в жизни не сделаете. Его даже с отецом проблемно делает, там геморройно. Поэтому офф-дилер его не делает. Там нужно прогреть мотор, там, чтобы у вас все жидкости были в рабочем состоянии погазовать, оборот держать. С Васей проще, но вот, чтобы Васей это сделать, нужна температура. Вот, например, плюс 16 будет маловато, надо, чтобы было плюс 20, чтобы 25, чтобы жара была на улице. Тогда проще сделать. И то ты поднимаешь обороты до 4000, там, держишь, там, ты-ды-ды-ды-ды, у тебя температура масла растет. Короче, геморройная тема. Но, когда ты это сделаешь, она у тебя работает будет ровненько, так, знаете, идеально будет работать, такая тишина. Ты даже не будешь понимать, у тебя машина заведена или не заведена. Ну, можно кататься и так, она со временем сама должна все сделать. Но, если вы сделали код готовности, у вас идет дрожь на холостых, у вас проблемы. Кстати, у нас на Яндекс.Зене скоро будет ролик про причины дрожи на холостых. Там все подробно будет расписано, например, Skoda Octavia A7. И также по сигнализациям, если у вас слетают настройки сигнализации, ну, ребята, ну... В общем, прекращаем смотреть всяких болванов. Смотрите, ладно, если кому очень нравится, там, как там все это рассказывается, слушайте, но не впитывайте эту информацию, потому что громадная информация, как всегда, лишь на канале Stats.in, потому что у нас самая правильная информация по Skoda вообще в Европе. С вас, товарищи, лайк, подписка и смотрите наш канал на Яндекс.Зен, потому что свежие ролики только там. Ну, а тут в Ютубе просто уж, как говорится, у нас в Дзене более громадные зрители. А в Ютубе еще полно болванов, пора их спасать. Вот мы этим и занимаемся. Спасаем заблудшие души. Никогда не поздно прийти в нормальную веру в Skoda Club Stats N. С вас, товарищи, лайк, подписка. До свидания.